В этот раз дорогой Радифаритович прибыл на оперативную совещание вовремя и в срок. Уселся на рабочее место, но вот ведь незадача. Судя по всему, в ЦУРе его никто не ждал, потому что аппаратура была категорически не настроена, ничего не работало, и первые пять минут оперативное совещание прошло без звука. Уже аппарате, посвященное Дню национального костюма. Он жестко отчитал кого-то за кадром за то, что ему подсовывают тексты с ошибками. 2023 года. Минуточку, внимательнее давать мне, пожалуйста, ладно? Вычитывайте сами. Вы уже вторую ошибку мне закладываете в текст. Ладно? Это же, наверное, не сложно, надеюсь? Пожалуйста. Из чего мы делаем вывод, что даже, в общем-то, обычное рядовое и привычное совещание радио Хабирова ввести без бумажки затруднительно. В общем, начали так как-то раздраженно и взбешенно, и, собственно, в этом ключе прошло все оперативное совещание в Белом доме. Может быть, поэтому решили даже и не заслушивать бред про Чайковской, вообще полностью опустили эту часть совещания и сразу же перешли к оперативной ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. Ирина Александровна Голованова отчиталась о том, что у нее совсем немного отключений жизненно важных ресурсов. Один случай произошел отключение ресурсов свыше 8 часов, ну и еще 18 отключений чуть меньше 8 часов, что в ее представлении совсем немного. Очень неохотно и даже с какой-то печалью в голосе Ирина Александровна рассказала, что на этой неделе и до конца текущей недели, как она выразилась, отопление в домах жителей Башкирии все-таки придется отключить. Ну, понятное дело, на улице плюс 20-22, и отопление придется отключать. На текущей неделе завершат отопительный сезон город Уфа, Нефтекамск, Сибай, Салават, Стрель-Тамак и муниципальный район Аскинский, Аургазинский, Баймакский, Бокалинский, Стрель-Тамакский, Ерменькеевский, Мелюзовский, Илишевский и Ишамбайский. Я предполагаю, что ресурсоподающие организации все вот эти Баш РТС и прочее, изо всех сил будут стараться отапливать хотя бы часть домов до 29 апреля. Ну и будет очень смешно, если платежки за апрель по сумме будут превышать платежки за марта. Я вполне такое допускаю. Хабиров в ответ потребовал от Головановой, чтобы Министерство жилищно-коммунального хозяйства заняло более активную позицию в отношении отключения отопления. Ну складывается такое ощущение, что они уже и с отоплением бороться начали. Я попрошу Министерство жилищно-коммунального хозяйства здесь более активную позицию занять. Если формально есть основания отключать тепло, надо его отключить. Понятно, принимает решение глава, но вы тогда с каждым главой отрабатываете. Если у главы есть какие-то аргументы, тогда выслушайте. Если нет аргументов, тогда доложите к концу недели о том, что все это решение принято. Ладно? Принято, товарищи. То есть более активную позицию занимайте, чтобы вот здесь... Мудрить тут не надо, это опять лишние платежи пойдут. Зачем? Надо понимать, что каждый день подачи отопления в дома уфимцев и жителей Башкирии это десятки-десятки миллионов рублей, которые капают ресурсоснабжающим организациям, у которых сейчас нет абсолютно никаких проблем с материалами. Я имею в виду газ, мазут и прочее углеводородное топливо в Российской Федерации теперь в избытке, оно очень дешевое, и поднимая цены на отопление, конечно, эти организации получают сверхприбыли. Можно понять, почему они бьются за каждый день отопления, даже практически в летний сезон. Комментируя ситуацию с уборками в городах и населенных пунктах Республики Башкортостан, Хабиров опять пригрозил какими-то красочными картинками, опять потряс какой-то пачкой бумаг, но, собственно, никому их не показал, отметил существенные недоработки по уборке территории в Арджиникидовском, Калининском районе города Уфы и потребовал довести работу до конца. При этом Радих Хабиров высокомерно заявил, что мы приучаем людей жить в чистоте. Мы приучаем и людей жить в чистоте, в порядке. Уф, как говорится, вот нашелся наставник нам по жизни в чистоте, как-то хочется порезче это прокомментировать, но пока не буду. Но вот это вот удивительно высокомерие цинизм, которые иногда выскакивают из наших чиновников, они, конечно, режут слух. Ну, а потом, можно сказать, у нас случилось совсем уже на этом совещании дежавю, потому что Хабиров, не смейтесь, пожалуйста, опять пошел гулять на Советскую площадь. Я вчера прогулялся туда. Ну, значит, там поправили вот это вот. Ну, вот рядом, прямо вот на Советской, напротив памятника Максиму Горькову, по-моему, там стоит памятник, да, ведь все, школа, так вот. Вот там есть кусочек газона. Это там какие-то особые колючки выращивают в центре города Уфы или что там? А нельзя эти там 20 квадратных метров газона провести в порядок? Черт побери, купите ему какой-нибудь путеводитель по Уфе. В Уфе есть еще несколько замечательных мест, куда можно ходить гулять. Но, тем не менее, Хабиров сходил опять на Советскую площадь и нашел там какой-то очередной неряшливый газон, на котором он обнаружил колючие колючки. Зачем Ради Фаридович полез на газон, совершенно непонятно, но в связи с этим своим фиаско он заявил, что все, что касается территории правительственных учреждений, все должно быть на высшем уровне. В целом, то, что касается территории и ухода за правительственными учреждениями, должно быть на высшем уровне. Мы должны пример показывать в этом, ладно? Ну, в общем, своим чиновникам стал назидать. Там из зала тихонько пытались возражать, но Хабиров округлил глаза, они тут же согласились все подмести и колючки пересадить подальше от Советской площади. В общем, ну вот, правда, меня не покидало ощущение дежавю. Ради Фаридович из недели в неделю ходит гулять на Советскую площадь. Дали слово и министру транспорта и дорожного строительства, но в этот раз Александр Владимирович Калибанов нас ничем особо не порадовал, не удивил, да и, собственно, ничего такого не рассказал. Ну да, случилось у него 61 ДТП в неделю. Пострадало 78 человек и погибло семеро. Кстати говоря, это несколько больше, чем в среднем за последнее время. Про ямочный ремонт Александр Владимирович вовсе говорил уклончиво. Выявил он 52 тысячи ям, из которых отремонтировал уже 56%. Ну и, как я и говорил, скоро они все отремонтируют и, по крайней мере, нам об этом заявят. А то, что дороги останутся раздолбанными и убитыми, это никого не будет интересовать. На дворе весна, я бы сказал, уже глубокая весна, и действительно начались весенние полевые работы. Слово дали министру сельского хозяйства Фазарахманову, который заявил о том, что по плану. В этом году у нас предстоит засеять 2 миллиона 170 тысяч гектаров земли, что все у него идет по плану, да еще и с опережением на две недели. Честно скажу, в последнее время все, что идет по плану в России, все вызывает такие вполне себе резонные опасения. Тем не менее, Фазарахманов продолжал сыпать радужными докладами. В последнее время он сообщил, что накопление удобрений продолжается, хотя и вселяет тревогу, что с семенами проблем нет и не будет, несмотря на то, что нам пришлось отказаться от иностранных семян. Кстати говоря, хотелось бы задать вопрос господину Фазарахманову. Некоторые позиции по семенам до недавнего времени у нас были только иностранными, их не производили в России. Что же там такое случилось? Ну да ладно. Техники Фазарахманов закупил рекордное количество, топливо у него завались, да оно еще и на 11% дешевле, чем в прошлом году. Кроме всего прочего, освоены все кредитные ресурсы, средства и возможности, которые были представлены Министерству сельского хозяйства. В общем, тишь да гладь, да божья благодать. При этом надо отметить, что Башкортостан в этом году получит полмиллиарда рублей на выкуп зерна у хозяйств в связи с катастрофически низкой рыночной ценой на зерно. Ну, российская пшеница сейчас никому кроме россиян не нужна. Российская пшеница в основной своей массе достаточно низкого качества и низкой клейковины, то есть, например, у нас дефицит пшеницы, из которой можно делать банально макароны. И вот эта пшеница никому не нужна, и теперь государство само выкупает, доплачивает, датирует зерно, которое покупается у селян. В прошлом году они датировали выращивание этого зерна, в этом году они датируют его выкуп. И кроме всего прочего, на фоне рекордного урожая прошлого года, большая часть этого урожая сгнила в полях Башкортостана. Вот как назвать в целом эффективность КПД подобного сельского хозяйства, я не берусь, я не специалист, не аграрий, как говорят у нас на оперативных совещаниях. Но что-то нехорошее здесь происходит. Хабиров выслушал доклад Фазрахманова и резюмировал его таким очень печальным образом. Дословно это звучало так. Дай бог удачи нашим селянам, сказал Хабиров. Удачи, конечно, нашим селянам. Дай бог, чтобы... Так, хорошо, уважаемые коллеги. Суть по всему, уповать придется только на Господа Бога. А дальше на оперативном совещании случился незапланированный сюжет. Дело в том, что Хабиров недавно посетил Баймакский район. И озаботился темпами строительства детской поликлиники в городе Баймаке. И в связи с этим он вчера на оперативном совещании устроил перекрестный допрос заместителю министра здравоохранения Рахматулину и чиновникам, которые курируют строительство государственных социальных объектов. Подопрашивав этих товарищей, Хабиров у нас на глазах. И я надеюсь, отчетливо для себя понял, что его команда в данный момент напоминает персонажей басни «Крылова, лебедь, рак и щука». Все опрошенные Хабировым давали разнородные показания, указывали различные данные, показывали друг на друга пальцем и вообще уклонялись от каких-то прямых ответов, чтобы, например, назвать там дату окончания строительства. Господин Рахматуллин, заместитель министра здравоохранения, и вовсе стал в панике демонстрировать какие-то фотошопные слайды, на котором было изображено трехэтажное здание поликлиники, которое он упорно называл четырехэтажным. Строящее сооружение представляет собой четырехэтажное здание на 300 посещений в смену. Общая площадь 5 764 квадратных метра. Ну и при этом все участники этого допроса, очевидно, что-то там темнили про сроки и порядок получения лицензии вот этим детским лечебным заведением. В общем, даже Хабиров понял, что что-то не так вот в вопросе этих товарищей, вспылил, напомнил об ответственности за сроки строительства, предположил, что все его собеседники проживают где-то на Луне, а вовсе не на Земле, ну и в качественном итоге потребовал, чтобы поликлиника в Баймаке приняла первых пациентов 1 декабря 2023 года. Договариваемся, получается, давайте так, с учетом, вот с большим опять запасом вам. 1 декабря дети туда должны пойти, правильно я понимаю? Нет. А? Дети? Дети. А, в этом плане, да. Вы на Луне сидите или где сидите? Что вы тут это? Я думал, принимать не пойти. Или я плохо это говорю, что не по-русски говорю? Дату назвал, не дожидаясь того момента, когда там Рахматуллин или Морзаев сообщат ему эту дату самостоятельно. В общем, к 1 декабря в Баймаке будет детская поликлиника, по крайней мере так утверждает Ради Хабиров, ну а мы, если, даст Бог, доживем до 1 декабря 2023 года, увидим это своими глазами. Вернувшись в рабочее русло совещания, заслушали экзотический доклад об участии Республики Башкортостан во втором акселераторе по промышленному туризму. Вот так назывался доклад. Ну, понятно, что, несмотря на то, что этот доклад был о туризме, Рустему Авзалову поручить его было нельзя в связи с большим количеством непонятных русских слов в заголовке. И решили в этой связи заслушать министра промышленности, экономики и энергетики Шельдяева. Ну, наверное, потому что в этом заголовке было слово «промышленный». Александр Шельдяев рассказал нам, что Республика Башкортостан заняла призовое место среди стратегий промышленного туризма. Также он нам поведал о том, что предприятие «Полиев» – это предприятие, которое создало лучшую экологическую экскурсию. Благовещенский арматурный завод получил на этом мероприятии диплом за разработку экскурсии. А главная задача промышленного туризма в Башкортостане – это удержание населения и профориентация молодежи. Даже Шельдяеву не удалось рассказать нам, что такое на самом деле промышленный туризм. Это когда люди ходят на экскурсию на завод, что ли? Или что-то это еще другое? Тем не менее, господин Шельдяев рассказал нам, что на этом самом акселераторе, ну, видимо, это был какой-то небольшой форум и тусовочка, они называют это красивым словом акселератор, был уже создан и утвержден фонд, который в свою очередь создал некий федеральный путеводитель под названием, простите, «Все на завод». И в этот путеводитель уже вошли экскурсии на ПЛФ, Павловскую ГЭС и Благовещенский арматурный завод. По плану Шельдяева на будущий год 10 тысяч башкирских туристов, которые будут посещать промышленные предприятия. В ближайшие пять лет мы хотели бы достичь устойчивого роста потока туристов на промпредприятии до 10 тысяч человек ежегодно. Все равно, несмотря на непонятность и туманность этого доклада, мне было тревожно. Тревожно, потому что если вот министр промышленности, экономики и энергетики для привлечения инвестиций и вообще внимания к промышленности региона вот занимается подобной бильбердой, то действительно становится тревожно за эту промышленность и экономику. Начинает казаться, что ей уже ничего не может помочь, потому что подобные приплясы с бубнами это уже совсем где-то за грани. Тем не менее, в рамках этого доклада Авзалову все-таки дали слово, и он быстро с короговоркой выкрикнул, что помимо того, что промышленный туризм тут у нас случился какой-то, он еще хочет охватить этими экскурсиями на завод 37 тысяч школьников. А также у него буквально сейчас, вот прямо сейчас, вылетает первый рейс, везущий счастливых пенсионеров в город Минск. И 46 башкирских пенсионеров отправляются смотреть красоты Белоруссии. Летят они на 8 дней. Сегодня, да, отрадное событие по программе вашего поручения, по программе как раз сегодня первый рейс, первый рейс в Белоруссию, вылетают наши участники программы Башкирсо-Белорусского благолетия, в 18.30 у них вылетят. А сколько у них, а сколько человек вылетает? 46 человек. 46, вот это группа наших пенсионеров? Да, первенцы. Да, первенцы. А там их уже встречают, да, или как там? Представитель нашей климы, Константин Дмитриевич, представитель нашей миссии. И на сколько они дни туда? Они на 8 дней, 7 ночей. Ух ты. Да, у них интересная программа, Рейхарьевич. Если было бы удобно вам, если найдете время, может быть с ними пообщаться перед... Ну, посмотрим там по времени. Спасибо. А по плану, а по плану, у Авзалова в этом году отправить в Белоруссию, хотят они того или не хотят, 1333 человека. По Башкирсо-Белорусскому у нас 1333 участников. Ну, то есть самолеты будут наполнены, и порожняком летать туда-сюда и в Минск-Уфу не будут. Ну, конечно, складывается отчетливое ощущение, что команда Х продолжает толочь в воду в ступе и выдавать за могучие достижения правительства скромные показатели и скромные результаты, которые, в принципе, были бы вполне по плечу обыкновенному небольшому ИП. Ну, правда, господа, за сезон 1300 туристов куда-то отправить? Ну, не смешите меня, пожалуйста. У нас такое количество людей за неделю улетало в Турцию и обратно. А вот тут потребовалось парочка министров и два могучих министерства, чтобы людей принудить посетить прекрасную Белоруссию в количестве 1333 человек, да еще и приплачивая им за это дотации. Вот нехорошо это. Завершая оперативное совещание, Хабиров неминуемо вернулся к теме специальной военной операции и заявил, что на этой неделе отправляют в наслаживание уже 4-й батальон добровольцев из Башкирии. Он носит имя Даяна Мурзина. Готовится 5-й добровольческий батальон, о его имени пока ничего неизвестно. И, как выразился Хабиров, мы движемся к формированию более крупного добровольческого подразделения из республики. Конец цитаты. Ну, судя по всему, речь идет уже об упоминавшихся планах по формированию некого башкирского полка добровольцев. И совершенно очевидно, что для Хабирова тема выполнения вот этого госзаказа под добровольцем на СВО самая важная тема в жизни. Наши воины едут туда поддерживать наших ребят. Поэтому здесь вот это особое событие для республики. Поэтому прошу это отрабатывать очень организованно. Все вот эти истории с баймакскими детскими поликлиниками, там всякими уборками территории и прочими благоустройствами, конечно, для Хабирова на втором плане абсолютно не важны. Главная задача – понравиться Кремлю и отдать как можно больше жителей Башкортостана на эту специальную военную операцию, так или иначе их туда отправить. Разные разговоры ходят об эффективности привлечения добровольцев сейчас по республике Башкортостан. Мы были свидетелями казуса, который был, по крайней мере, озвучен Назаровым в отношении конфликта между военкоматами и вербовочными штабами, что говорит о том, что в этой области не все гладко. Мы не знаем численности людей, которые были призваны, мобилизованы, завербованы на СВО из республики Башкортостан. Это все военная тайна. Нам не сообщают вообще никаких данных ни о количестве призванных и отправленных на СВО, ни о количестве погибших и раненых. Уже, наверное, около года эти данные нам недоступны. Государство не считает нужным об этом говорить, с нами, по крайней мере. И мы можем только по косвенным признакам понимать, сколько же людей, сколько мужчин, дееспособных, взрослых, полезных для экономики мужчин отправились туда из Башкортостана. У меня складывается ощущение, что много. И как это отразится в дальнейшем на экономике и на атмосфере в республике, мы до конца, конечно, не понимаем. Мне рассказывали жители некоторых сельских районов, что в некоторых местах ощущается дефицит, например, механизаторов. Потому что всех, кто умел дергать за рычаги тракторов, отправили дергать за рычаги танков. Есть вот такой фактор. У нас, конечно, в этом году сталкиваемся, что нехватка непосредственно механизаторов-трактористов выводим наших студентов, аграрного и колледжа. Понятно, что дети до 16 лет не могут участвовать, они только могут быть помощниками трактористов. Поэтому здесь, наверное, мы дополнительно проработаем. И как будет господин Фазрахманов справляться теперь со своей задачей в сельском хозяйстве, тоже, конечно, большой вопрос. Но это всего лишь маленькие нюансы, маленькая деталь. В общем, Хабиров заявляет о создании все новых и новых подразделений, о том, что все новые и новые батальоны будут отправляться за горизонт туда, куда-то на запад, в сторону Украины, а мы остаемся здесь, в солнечном Башкортостане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова